Здравствуйте, в эфире программа «Слово прокурора» в студии, ведущий Алексей Круглина, наш гость, прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Мурманской области Койпиш Екатерина. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об ответственности за нарушение законодательства о выборах. Итак, Екатерина, совсем немного времени осталось до выборов губернатора Мурманской области и еще ряда муниципальных выборов. Естественно, каждому из наших телезрителей хотелось бы узнать и понимать вообще, чем регулируется порядок проведения выборов. Порядок проведения выборов у нас регулируется как федеральным законом, так и областным специальным законом, потому что у нас именно местные выборы, выборы губернатора региональные. Поэтому у нас есть общий федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, право на участие в референдуме номер 67 ФЗА. И также есть у нас закон Мурманской области о выборах губернатора Мурманской области. Вот там основные положения. Какие основные принципы проведения выборов? Конечно, принцип этот, как и при всех выборах, что должно быть предоставлено равное права и возможности, как кандидатам, которые избираются на разные должности, так и, собственно, гражданам предоставить право избирать. Поле изъявления должно быть равным, прямым и, в общем-то, независимым от чего-либо. Кто принимает решение, например, о назначении выборов губернатора Мурманской области? Именно по губернатору Мурманской области целая процедура существует. В том числе принимает это решение Мурманская областная дума, оно публикуется, и потом уже назначаются таким образом выборы избирательной комиссии Мурманской области, проводится подготовка. В муниципалитетах кто принимает решение о назначении выборов? В местные советы депутатов также публикуется решение совета депутатов о том, что в целый совет будет набираться депутаты. И, соответственно, также публикуется это решение и назначаются выборы. Как и любой процесс, проведение выборов, как мне кажется, сопряжено с определенными этапами. Первый этап – это назначение выбора. Это уже понятно. Дальше. Какие еще этапы есть? Что должны сделать органы власти для того, чтобы выборы состоялись? Назначить – назначили, но сами по себе же выборы все равно не проведутся. Как минимум организовать все надо. Что это такое? Что это за процедура такая? Вообще получается, что главными участниками здесь будут избирательные комиссии разных уровней. То есть это избирательная комиссия Мурманской области, территориальная участковая избирательная комиссия. Но, опять же, естественно, во взаимодействии с органами власти. Потому что финансирование у нас производится, собственно, из-за бюджетов соответствующих выборов. То есть уровней, где будут выборы производиться. И, соответственно, если это муниципальный уровень, то из местного бюджета должно быть предоставлено финансирование для организации. Там и помещений, и доставки всего. То есть все, чтобы организовать их фактическое проведение. Либо из регионального, если это региональные органы власти. То есть финансирование тоже одно из этапов. Далее, конечно, уже получается, что подготовка идет к бюллетене. Это если говорить уже именно для избирателей, где они ставят подпись, что они именно видят. А так, конечно, это большой процесс, начиная с выдвижения кандидатов, регистрации их политическими мероприятиями, как выдвигают политические партии своих кандидатов. То есть тоже это все процедура регламентирована законами. И дальше уже при регистрации, уже после этого, также начинается агитационный большой период. И в этом участвуют средства массовой информации, сами кандидаты. И, собственно, органы, и в том числе комиссии, следят за соблюдением правил, которые установлены для агитации. То есть вот дальше уже у нас этот агитационный период заканчивается уже при накануне выборов. И, соответственно, дальше уже идет само голосование, когда уже граждане приходят на избирательные участки и ставят свои галочки против тех, кого они избирают. Ну и, соответственно, подведение итогов выборов. Да, и публикование, да, все это уже окончательное. Я не просто так спрашиваю, почему? Потому что тема у нас ответственности за нарушение законодательства о выборах. Ну и понятно, надо было понять. И понятно, что нужно было проговорить конкретно, какие есть стадии и вообще, что это такое, что это за процесс. Действительно, процесс выборов, он достаточно сложен. Законодательство непростое. Есть специальные, так скажем, специально подготовленные люди, которые овладеют навыками применения этого законодательства. Конечно же, что избирательные комиссии, члены избирательной комиссии относятся именно к той категории людей, которые лучше всех, наверное, знают законодательство о выборах. Если кому-то кажется, что это поверхностно, что это формально, нет, это не так. Это большая работа нескольких органов, даже, я бы сказал, нескольких, а всех органов власти, включая правоохранительные органы, чтобы этот процесс получился в соответствии с требованиями закона и с принципами, которые сегодня уже обозначила Екатерина. Екатерина, теперь переходим к ответственности. То есть по стадиям у нас получаются разные стадии, и ответственность должна быть разная. Что мы подразумеваем под словом ответственность за нарушение законодательства о выборах? У нас ответственность установлена двумя кодексами. Два беда ответственности. Это ответственность административная и уголовная. В кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрено порядка 40 составов административных за именно нарушение избирательного законодательства. Причем их можно разделить на несколько групп, потому что они, конечно, все разные, ответственность везде разная. То есть есть ответственность для членов избирательных комиссий разных уровней. То есть при подготовке бюллетеней, при опубликовании, при предоставлении сведений, при внесении сведений об избирателе, ну вот в этом сфере. Дальше есть ответственность для средств массовой информации по поводу того, что они должны предоставить равные права для всех кандидатов, равные возможности, вернее, в рамках агитационного периода. И опубликовать какие-то агитационные материалы, либо передачи выпустить. То есть это вот еще для СМИ. Также есть ответственность для должностных лиц органов власти, потому что, например, законом установлен запрет на проведение агитационных мероприятий должностным лицам, которые не являются кандидатами. То есть за кого-то, если проводят, пользуясь своим служебным положением. То есть это для должностных лиц. Либо они также еще ответственность несут за непредоставление возможности для агитации, помещения для агитации кандидатам. То есть это тоже касается органов местного управления, органов власти. То также ответственность есть. И также предусмотрены ответственности для самих граждан, для обычных избирателей, которые, допустим, допускают порчу агитационного материала, например, либо наносят какие-то повреждения, либо надписи, либо краской как-то портят агитационный материал, который вывешен в разрешенном порядке, в установленном порядке. То есть по группам, если разделить, то вот такие разные виды ответственности и разные статьи. Ну, административная ответственность, она проще, да? То есть получается, за что именно административная ответственность? За что может быть? Вот для телезрителя. Что может повлечь наступление административной ответственности, если вот… ну, про своих гражданин? Ну, вот я говорю, как за порчу агитационного материала. Это, например, что это? Какой агитационный материал? Ну, допустим, висит баннер с кандидатом в любом уровне власти, да, и кто-то вот наносит надпись, там, какой-то рисует, либо краской, либо срывает. Срывает, да. То есть это вот будет у нас порча агитационного материала. То есть получается, если гражданин, ну, в том числе наш телезритель, видит в подъезде или где-то в специально отведенном месте агитационный материал, а агитационный материал это что? Ну, это плакат какой-то, призывающий голосовать, ну, как минимум, да? Да, агитационный материал, да, да. Если просто говорить. Если он его срывает, то это уже административная ответственность. А какая она? Что за это предусмотрено? За это предусмотрен штраф, получается, для граждан. И вот сейчас вот зачитаю, вообще, за порчу агитационных материалов установлена ответственность статьей 5.14 КОАП. И она предусматривает умышленное уничтожение или повреждение, относящиеся к выборам агитационного материала, размещенного в соответствии с законом, вывешенного на здании, сооружении или ином объекте, период избирательной кампании или кампании референдума, период подготовки, проведения общероссийского голосования, либо нанесения надписей или изображения на таком материале. И влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. И, соответственно, органы, которые проводят проверку по этому факту, возбуждают административное производство органов полиции. Как обнаружить человека, который сорвал агитационный материал? Скорее, это знают все-таки органы полиции, скорее всего. Но я думаю, что это и камеры уже практически во всем городе установлены, и свидетели, показания свидетелей. И камеры на зданиях, допустим, магазинов, банков тоже, ведь они не только на улицах, еще и на самих зданиях у разных рода учреждениях есть. Все это отслеживается, конечно. Я хочу сказать тем зрителям, которые хотят все-таки это сделать, совершить такое правонарушение, то надо подумать, прежде всего, стоит ли это делать. Почему? Потому что Тирина говорит, да, действительно, камеры есть на зданиях, на магазинах, но есть еще камеры сейчас в каждом домофоне. И если находишься в пределах видимости, а это практически весь город, то ты сразу попадаешь на эту камеру и, естественно, будешь отвечать за нарушение законодательства о выборах, в том числе за то, что взрывает агитационный материал. Далее, вот есть понимание еще ответственности должностных лиц. Вот здесь вот, мне кажется, градировать, да, как-то можем, потому что, получается, есть административная ответственность, например, опять вот, какой-нибудь простой пример, именно административной ответственности должностного лица. Не предоставление помещения для проведения агитационного мероприятия. Допустим, там глава муниципалитета какого-то не предоставляет кандидату равные возможности с другим кандидатом провести свое мероприятие агитационное. То есть, получается, если одному дали, а другому не дали? Да. То есть, обязательно надо давать, если принято решение предоставить какое-то помещение, то надо предоставлять такую же возможность и для другого кандидата. Да. Это тоже понятно. А как выявлять вот такие факты? Это должны поступать жалобы от кандидатов, либо это могут поступить жалобы и от совершенно других лиц? В основном-то из практики могу сказать, что это от кандидатов, конечно, потому что они больше всего заинтересованы, и, соответственно, они отслеживают, вот могут ли они провести свое мероприятие, они в этом заинтересованы. Поэтому обычно поступают такие жалобы от них. Но это вот статья 5.15 КОАП, она относится к компетенции избирательных комиссий, поэтому, собственно, материалы направляются там, они уже изучают и журналы, и входящие корреспонденции, когда от кого поступили заявки, и, соответственно, смотрят, действительно ли предоставлены равные права, кого первую поступила заявка, действительно ли тому первому предоставлено было. Ну, то есть это все уже проверяется так в ходе проверки, выясняются обстоятельства. На территории Мурманской области имели факты такого, чтобы одному кандидату предоставили, а другому нет? Ну, вот я пока не могу сказать, потому что проверки еще у нас не закончились по этому факту, и тем более это, я говорю, компетенции избирательной комиссии относятся. Жалобы у нас были, и они были направлены в избирательную комиссию. То есть жалобы поступали, но факты еще не установлены, вот на сегодня, если мы говорим. Ну, по крайней мере, да, может быть, у избирательной комиссии уже есть какой-то итог, но, по крайней мере, мы еще не получили информацию об этом. Ну, в органы прокуратуры конкретно не занимались вплотную разрешением такого образа. Да, потому что есть специализированный орган, который, собственно, этим должен заниматься. Понятно. Теперь, что касается уголовной ответственности. Вот простой пример, опять же, потому что телезрители любят, когда мы говорим простым языком, и, соответственно, я прошу, простой пример, когда может наступить уголовная ответственность. В уголовном кодексе у нас 5 статей вообще получается всего. То есть если в КОАП у нас аж 40 статей практически, да, там, которые нарушения избирательных законодательств, здесь всего 5. Ну, вот, например, это воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Получается, что вот за это может быть уголовная ответственность в виде штрафа, либо обязательные работы, либо исправительные работы. И если они же соединены еще с подкупом, обманом, с принуждением, применением насилия, либо с использованием своего служебного положения, то, естественно, ответственность уже здесь усиливается. Либо вот вмешательство с использованием должностного или служебного положения в осуществлении избирательной комиссии, комиссии референдума, своей ее полномочий. Ну, то есть, вот, вот, влияние серьезное на, собственно, избирательный процесс. То есть, чем серьезнее нарушение, соответственно, уже здесь и выясняется, КОАП, это либо уголовный кодекс. Ну, вот, еще назову это нарушение порядка финансирования избирательной кампании, деятельности инициативной группы по проведению референдума. То есть, это передача кандидату избирательного объединения в целях достижения определенного результата на выборах денежных средств в крупных размерах, минуя соответствующий избирательный фонд или расходование в целях достижения определенного результата на выборах на перечисленных, не перечисленных избирательных фонда денежных средств в крупных размерах. Ну, то есть, это вот, получается, незаконное также финансирование, передача каких-то денег. Получается, если есть выборы, то каждый кандидат должен формировать свой избирательный фонд. И все деньги, которые расходуются на проведение выборов, они должны поступать исключительно в избирательный фонд. То есть я к чему? К тому, что требование, например, какого-то кандидата о том, что дайте мне денег и переведите на мою карточку условно, это требование незаконное. И получается, что за такого рода действия может наступить уголовная ответственность, в том числе в отношении лица, который переводит эти деньги. Да, если по всем признакам попадет в это правонарушение, то, что должно быть прямо или косвенно связано именно с проведением выборов, с результатами как-то повлиять. То есть, да. Ну, также у нас фальсификация итогов голосования образует именно уголовная ответственность. Что такое фальсификация итогов голосования? Включение, тут также в этой статье, собственно, содержится сама расшифровка, что именно здесь именно понимать под этим составом. Включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании, либо представление заведомо неверных сведений об избирателях участников референдума, либо заведомо неправильное составление списков избирателей участников референдума, выражающиеся во включении в них лиц, не обладающих активным избирательным правом, или вымышленных лиц, либо фальсификация подписей избирателей участников референдума, либо голосования, либо замена действительных бюллетеней с отметках избирателей, Либо порча бюллетеней, приводящая к невозможности определить вы ли заявление избирателей, либо незаконное уничтожение бюллетеней, заведомо неправильный подсчет голосов, либо подписание членами избирательной комиссии протокола об итогах голосования до подсчета голосов или установления итогов голосования, либо заведомо неверное, несоответствующее действительности итогам голосования, составление протокола об итогах голосования, либо заведомо неправильное установление итогов. То есть много составов. То есть это получается больше касается членов избирательных комиссий? Да, здесь эта статья больше к ним относится уже. Ну, то есть простому гражданину вроде как бы... Да. Она не подойдет. Ну, именно вот это, да, не подойдет. Что еще может быть опасно? Какие действия? Незаконное изготовление избирательных бюллетеней, соответственно, подделка подписей избирателей, и заверения заведомо поддельных подписей, подписных листов. Ну, здесь, кстати... Хранение, перевозка незаконная тоже вот всех материалов. Да, могут отвечать и в том числе простые граждане, которые участвуют вот в этих противоправных действиях. Да. Получается так, что голосовать надо все-таки одним бюллетенем, не приносить с собой какие-то фальсифицированные бюллетени и не ставить ни в коем случае там где-то отметки, там где их ставить не надо. Поэтому исключительно действовать по общему правилу. Есть бюллетень, один на каждого человека, на каждого избирателя. Пожалуйста, голосуем. Никаких вот таких вот мутных, я так скажу, схемах участвовать не следует. Потому что что? Потому что если вы даже просто участвуете, помогаете в перевозке, в хранении каких-то незаконно изготовленных бюллетеней или в каких-то других действиях, то в этом случае также наступит уголовная ответственность. Даже не стоит задумываться об этом. Надо просто жить и... Да, хотел бы еще сказать, что также у нас частью второй статьи 142.2 предусмотрена ответственность именно за получение в избирательной комиссии для голосования вместо другого лица этого бюллетеня. То есть, используя поддельные документы, либо еще каким-то образом. То есть, вместо лица, который действительно имел право проголосовать, либо попытка получения для того, чтобы проголосовать более двух раз. То есть, это тоже образует, это уже для гражданина получается ответственность. Ну, более-менее понятно с административной и уголовной ответственностью, я думаю, и телезрителям понятно, что, в принципе, это вещи, они очевидны. То, что нельзя делать. Есть правила, которые надо соблюдать и ни в коем случае не нарушать. Но это очевидно. То есть, обычный человек, который даже не обладает юридическими познаниями, он должен понимать, да, что это понятно. Что касается поведения, например, непосредственно на избирательных участках. Вы говорили, что воспрепятствование, деятельность избирательной комиссии, оно влечет на вступление в уголовную ответственность. А в какой форме это может быть воспрепятствование? То есть, это конкретно касается поведения избирателя. Вот сидит у нас там избирательная комиссия, выдают эти бюллетени, подпись, как обычно сюда. И если приходит какой-то избиратель, может быть, он приходит в каком-то помутненном сознании и начинает там совершать активные действия и не дает другим гражданам, по сути, голосовать. Это будет расценено с точки зрения правоохранительных органов как воспрепятствование голосования? Здесь нужно будет, конечно, разбираться в мотивах и вообще в поведении при проверке теми же органами полиции. Даже здесь может быть и хулиганство. То есть, статья, которая предусмотрена, другая статья, другая ответственность. И то есть, не всегда вот такое поведение будет именно свидетельствовать о воспрепятствовании деятельности избирательной комиссии именно в той части, какой это понимает уголовный кодекс. То есть, может быть, это были именно хулиганские побуждения, тогда это уже по той статье может быть привлечен гражданин. Что воспрепятствование здесь все-таки такое более серьезное нарушение, которое, в принципе, как парализует работу избирательной комиссии и как-то влияет на именно вот результаты. Потому что здесь, конечно, оно больше говорит о том вмешательстве с использованием должностного или служебного положения с целью повлиять на решение членов избирательной комиссии. То есть, такое вот более серьезное вмешательство в работу избирательной комиссии. Ну, тем не менее, хулиганство, оно тоже... Ну, естественно, тоже не очень приятно быть привлеченным. И оно подлежит, подлежат такие действия наказанию, точнее, лица подлежат наказанию, которые совершили такого рода действия хулиганские. Почему это тоже важно, я считаю, сказать вот здесь в эфире, потому что у многих возникает такое желание или, может быть, оно чем-то подогревается, такое желание прийти и начать там устраивать концерты, так скажем, на определенных избирательных участках. Это делать нельзя. За это может наступить как административная ответственность, о чем мы сейчас говорим, но и также может наступить и уголовная ответственность. И она в любом случае наступит, если будут повреждены, например, какие-то избирательные урны или помещение вообще будет повреждено при этом. Но кроме уголовной ответственности может наступить также гражданская права ответственность, в том случае, если... Если вот как раз повреждение, да? Да, если повреждение. ...имуществу чему-либо. То есть это может быть все взысканно, по сути? Ну, по идее, да, да, конечно. А что касается восстановления... Ну, здесь, наверное, больше, ну, тоже связано как-то с гражданской правовой ответственностью. Восстановление прав в судебном порядке, да? То есть, когда можно оспаривать какие-либо действия? Вообще, даже не так сформулируемый вопрос. Кто занимается защитой избирательных прав? И кто занимается привлечением к ответственности тех лиц, которые допустили нарушение законодательства о выборах либо нарушение избирательных прав граждан? Ну, вообще, вот я сказала, что у нас 40 статей, получается, в кодексе об административных правонарушениях именно в части избирательного законодательства ответственности. И лицами уполномоченного возбуждения, в зависимости от вида статьи, да, от состава, получается, это органы полиции, избирательные комиссии, Роскомнадзор в части статей и прокурор. То есть, у каждого свои есть, некоторые есть пересекающиеся у полиции, допустим, избирательной комиссии. Видимо, кому поступит материал. Вот, ну, то есть, вот это вот основные органы. Ну, а в целом еще защита избирательных прав может осуществляться в судебном порядке. Что касается уголовных дел, кто расследует, кто возбуждает уголовные дела, куда обращаться за возбуждением уголовных дел? Вот эти, получается, статьи, это не 141, 141.1, 142, 142.1, 142.2 Уголовного кодекса, они все расследуются следователем Следственного комитета. То есть, обращаются оттуда? Да. Хорошо, Екатерина, я надеюсь, что наши телезрители поняли, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, плохо понятно любое нарушение закона, будь то законодательство о выборах, либо другое законодательство, это уже плохо. Это нарушение правил поведения, нарушение, соответственно, прав других граждан. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Рад вас видеть опять. И, надеюсь, еще вы к нам придете и расскажете интересные вот такие вот вещи, как то законодательство о выборах, либо другое законодательство. Уважаемые телезрители, спасибо вам за то, что были с нами. и до встречи в программе «Слово прокурора».